всем привет я рада что вы зашли ко мне на канал это вторая часть по написанию данной картины если вы не видели первую то ссылка на нее в описании под видео а для тех кто пришел с первой части продолжаем сегодня у нас олень и олененок честно говоря я рисовал их достаточно долго несколько часов хотя они небольшие по размеру но я хотела прорисовать шерстинки и вообще я думаю вы знаете что животных я рисую не так часто поэтому для меня очень важно практиковаться тело олененка я закрасила охрой но это не обязательно я просто что-то не определилась с чего бы мне начать а правильнее всего с прекрасных оленьих рогов основным цветом я выбрала коричневый а затем добавляла свет и тень с помощью серого черного и охры я также продолжаю выполнять работу круглой синтетической кистью с таким заостренным кончиком и так как мне нужно было уложиться в 15-20 минут я также вырезала какие-то моменты которые и так понятны чтобы не забивать время а и и Переходим непосредственно к оленю. Начнем со светлых частей. Смешаем охру с капелькой белой краски и закрасим ушки, вокруг глазок, грудку. Субтитры создавал DimaTorzok В предыдущую смесь добавляем немного коричневого цвета и постепенно начинаем затемнять. Причем я стараюсь не просто закрашивать какие-то участки, а так может показаться, я делаю такие короткие штрихи, чтобы сразу передавать волосинки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вносим еще коричневый А дальше смешаем более светлый цвет И также добавим его на грудку, на спинку Добавляем его на грудку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не бойтесь также использовать более светлые цвета Например, чисто белый или белый с капелькой охры И такие оттенки добавляете на спинку, на грудку В общем, туда, куда падает свет Вы сразу решите в своем рисунке, где у вас примерно источник света И получается с этой стороны освещайте, а с другой затемняйте Субтитры создавал DimaTorzok 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 Также, как и с оленем, сначала закрашиваем светлые места То есть ушки, мордочка, грудка Потом начинаем вмешивать коричневый постепенно Постепенно добавляем потом черный совсем немного И также намечаем светлые темные участки на туловище Также не забывайте, что когда вы начнете намешивать, например, какие-то оранжевые оттенки Вы можете немного их добавить и на оленя То, что мы с ним, грубо говоря, закончили, не значит, что мы не можем к нему возвращаться Также советую периодически откладывать кисточку Отходить, например, выпить воды И в этот момент ваши глаза будут расслабляться Вы будете немного отвлекаться от рисунка И, возвращаясь к нему, заметите какие-то недочеты Которых, возможно, не заметили ранее Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я закончила всю работу Но хочу добавить пару деталей с помощью красок с блестками Я буду использовать бронзовую, золотую, серебристую и голубую И добавлю немного штрихшочков Буквально на мордочку, на спинку, на рога совсем немного Пару мазков Для оленя это бронзовый цвет Для олененка золотой Ну и, понятное дело, для неба голубой и серебристой Я хочу, чтобы рисунок немного переливался И также после полного высыхания Я покрою работу лаком Чтобы ее можно было спокойно протирать от пыли Чтобы с ней ничего не произошло Чтобы она точно не боялась воды А заднюю поверхность я решила покрыть морилкой Причем у меня есть морилка с таким синеватым оттенком Я думаю, это то, что нужно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этом работа готова Надеюсь, вам понравилось Ставьте палец вверх Не забывайте подписаться на канал и Инстаграм Выкладывайте свои работы в группу ВКонтакте Не пропустите новые видео Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok